Строительные или сельскохозяйственные работы, благоустройство территории или косметический ремонт в школах. Список вакансий, которые сегодня предлагает Центр занятости для подростков, конечно, небольшой, но выбрать есть из чего. Несмотря на отсутствие образования, квалификация, а также ограничение по времени рабочих часов, шанс заработать карманные деньги у школьников все же есть. Вот уже на протяжении месяца его активно используют около 45 ребят, помогающих навести порядок в Брестской крепости. Среди них есть и подростки, состоящие на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. В летний период времени на территории области реализуется комплекс профилактических мероприятий, предусмотренных республиканской межзвездочной программой заботы. Основная цель данных мероприятий является организация занятости несовершеннолетних. В этой связи, как наиболее перспективная и профилактически эффективная мера, является трудовая занятость несовершеннолетних, особенно состоящих на учете по делам несовершеннолетних. В первые дни мы грябали сено перед третьим июлем, чтобы салют был хороший, чтобы ничего не спалился лес, травку вырывали под асфальт, чтобы приятно было ходить по дороге. И грябаем все, и сено, которое нам покосят, и все. По ком работается? Отлично, свежий воздух. Солнце. Загораем. Черные уже какие все. Как на море говорят. Увы, с шансом подзаработать многие трудные подростки пренебрегают, предпочитая поправлять свое финансовое положение более легким способом. Как правило, это кражи распространения запрещенных наркотиков. Кстати, последнее правонарушение резко ухудшило общую картину по статистике преступлений в среде несовершеннолетних. По итогам первого полугодия количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, на территории области увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем наибольшую беспокоенность у нас вызывает рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетних по линии незаконного оборота наркотиков. Практически в четыре раза увеличилось количество преступлений данной категории. Поэтому организация профилактической работы в виде занятости несовершеннолетних мы считаем как раз наиболее эффективной и пытаемся, в любом случае, применять ее как можно чаще в работе с трудными подростками. Для улучшения ситуации и был разработан комплекс профилактических мероприятий, призванных сократить число оступившихся молодых людей. В этот список также вошел и отдых в детских оздоровительных лагерях – загородных, пришкольных или палаточных. В них сегодня совмещают отдых и труд порядка двух тысяч подростков Брестской области. С одной стороны, ребенок занят, а значит, дурные мысли, которые чаще всего приходят в часы ничего не делания, посещают его гораздо реже. С другой – все трудные подростки, будь они на работе или в лагере, находятся под присмотром взрослых, а значит, шансы футаться в очередную темную историю у ребят равны нулю.